Это новости на главном городском. Я Мила Наурусова. Здравствуйте. Прямо сейчас подведем итоги уходящего дня. Пока коротко о главных событиях среды. Какие вопросы были на повестке и какие пути решения существующих проблем предложили власти во время встречи с жителями района гор-огородов в Западном округе? Когда мы выбираем стратегического партнера, муниципалитет получает огромные плюсы. Готова ли Краевая столица внедрять новые сервисы для развития цифровизации городских систем? Катание на электросамокате. Польза или вред? Как для ребенка, так и для взрослых? Сегодня будем разбираться в этом вопросе. Три сестры Чехова и открытая сцена. В 13 лет посетил театр в Таганроге. Как сам он говорил, поменялась жизнь в итоге. Как прошел первый спектакль Краснодарского академического театра драмы на свежем воздухе? Ночной вечерний выпуск новостей с небольшой статистики. О главном жизненном благе. Здоровье позаботились более 114 тысяч жителей Краснодара. Они сделали прививку от COVID-19. При этом полных два этапа вакцинации прошли уже 65 тысяч горожан. Напомню, что укол здоровья можно получить как в поликлинике, так и в мобильном пункте. На данный момент в Краснодаре их шесть. Все адреса вы можете видеть на экране. Большинство работает с 9 утра до 17 вечера. Исключение те, что находятся в торговых центрах. Они готовы принять пациентов с 10 утра. Прививку могут сделать все желающие. Главное не забыть взять с собой паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация добровольная и абсолютно бесплатная. Добавлю тем, кто переболел коронавирусом более полугода назад, тоже пора сделать прививку. Так как за это время выработанный после болезни иммунитет прекращает защищать человека от нового заражения. Кстати, особенно важно сделать прививку от ковида перед поездкой в отпуск, где вокруг будет масса людей из разных регионов. К слову, с начала года на курортах Кубани отдохнули порядка трех миллионов туристов. Но высокий сезон еще впереди. Насколько приморские города-края готовы к наплыву туристов, говорили сегодня на совещании у губернатора. Оно прошло в Геленджике. Но перед этим Вениамин Кондратьев вместе с мэром города-курорта проинспектировал местные пляжи. Все подробности в сюжете. Кубань, курорты и качества должны стать в сознании россиян синонимами, уверен глава региона. Тем более, когда паковать чемоданы за границу пока нельзя. И есть время доказать. Мы не хуже турецкого побережья. Вениамин Кондратьев сегодня приехал в Геленджик. И вместе с главой города-курорта проинспектировал местные пляжи. К высокому сезону их привели к общему знаменателю. С точки зрения безопасности, комфорта и эстетики. Установили теневые навесы, шезлонги и душевые. Главное, чтобы такой пляж был доступен всем туристам, не только ВИП-клиентам. Вот так вот будут уже спасательные вышки доделаны. Здесь и душевые будут, здесь и переодевальные будут. Здесь и для мобильных групп. Там покажем вам оборудованный спуск. Вот это все в соответствии со стандартом, разработанным краем. Муниципальные пляжи всегда отличались тем, что там можно бесплатно было полежать на песочке. Вот сегодня тоже должна остаться возможность и у жителей Геленджика, и у жителей края, и все, кто приедет в Геленджик, бесплатно на муниципальном пляже полежать на песочке. Вот это принципиально важно. А когда мы сегодня отдаем все пляжи, понятно, может быть, качественному арендатору, который ставит шезлонги, зонтики, а у человека нету возможности заплатить и полежать на песке на пляже. Вот это плохо. Вот обеспечьте и вот такие шезлонги, и зонтики, и вот такой уровень сервиса для тех, кто готов заплатить, и которые могут зайти на такой пляж. И для тех, кто не готов, либо не может заплатить. Мы имеем право занимать только 40% по шезлонге и теневой навесе. Вся остальная территория, она свободна и доступна. Знаете, коллеги, еще раз подчеркиваю, чтобы это было не просто на слова, а это должно быть и реальностью. Доступность пляжей наших курортов, в том числе и Геленджика, она в приоритете. В феврале этого года в профильном министерстве разработали единый стандарт организации пляжей. Он включает в себя и создание безбарьерных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на этом пляже в Геленджике проложены специальные деревянные настилы и пандусы для прохода в море. Кроме того, большую работу в Геленджике провели и прощистки набережной от строений, которые перекрывали вид на море. С начала года в Краснодарском крае, главном курорте России, уже отдохнули 3 миллиона человек. Свободных номеров в гостиницах и отелях на лето практически не осталось. Нынешний сезон по числу туристов обещает быть рекордным. Чтобы соответствовать высоким стандартам, под стать должен быть и сервис. Незадолго до начала курортного сезона в Краснодарском крае приняли закон, который запрещает работу так называемых «зазывал». Обычно они слишком настойчиво предлагают прокатиться на катере или сфотографироваться с животными на пляже, что отдых чаще всего только портит. Я здесь благодарен депутатскому корпусу ЗАГСобрания. Они приняли закон, который ограничивает навязчивую рекламу или навязчивые предложения всех, кто торгует непонятно чем на набережных, в том числе и фотографы с животными. По большому счету даже жители городов говорят, что навязчиво за рука буквально тянут и предлагают, да мы просто местные. Они им все равно, давай фотографируйся, хочешь не хочешь, хочешь не хочешь, покупай. Коллеги, это не украшение ни Сочи, ни другого иного курорта нашего края, не украшение. Поэтому, конечно, сегодня есть закон края, который предусматривает штрафы. Вот именно за это навязчивое «зазывание». Поэтому, коллеги, давайте сделаем так, чтобы этот закон «кровой» заработал и штрафы выписывались. Тему с этим навязчивым «зазыванием», навязчивым предложением услуг, товаров закрыть на побережьях Ростовского края. Не стоит забывать и о том, что коронавирус никуда не исчез. И отдыхать туристам придется, соблюдая все требования Роспотребнадзора. При заселении в отель обязательно должны померить температуру. На всякий случай в больницах уже подготовили дополнительные ковидные койки. Если в гостинице возникает случай заболевания, у нас в гостинице становится обсерватором. Вот не надо, чтобы у нас половина гостиниц стала обсерватором. На пляже, конечно, можно находиться без масок. В Геленджике по сравнению с прошлым годом таких оборудованных мест для отдыха на берегу моря стало больше. По сравнению с прошлым годом у нас плюс шесть пляжных территорий. В этом году мы уже подготовили 66 пляжных территорий. Это очень большая работа, потому что пляжные территории – это наше ядро. К июню по всему краю откроются 500 пляжей. И кроме их чистоты и доступности остается еще вопрос безопасности. Прокурор края просит следить не только за официальными местами отдыха, но и за теми, куда обычно приезжают дикарями. Мы должны еще, конечно, не забывать о безопасности на воде. Если посмотреть за прошлый год, к сожалению, у нас было 115 погибших. Половина из них – это степные районы, это Кубань. Остальные – на тех пляжах, которые не сертифицированы. Но они эксплуатировались точно так же. На Кубани подумали о любителях экстремального отдыха, точнее, об их здоровье. Езда на джипах по горам и рекам – одно из самых популярных развлечений. Правда, почти все предложения нелегальные. И о безопасности в таких прогулках мало кто переживает. Губернатор поручил навести порядок в этом вопросе. Направление, которое вызывает сегодня больше переживания даже и за здоровье, и за жизнь отдыхающих, которые прибегают к услугам джипинга, коллеги. Джипинга. Вот они и налоги не платят. И по каким-то маршрутам ездят, по которым мы даже не знаем. А если даже обозначаем, то они все равно ездят по тем маршрутам, по которым хотят ездить. Так давайте еще раз подчеркиваю, здесь наведем порядок. Либо мы закроем джипинг, либо они будут работать по правилам, которые мы установим. Если эти правила есть, давайте требовать их выполнения. Они должны платить налоги, они должны обеспечить безопасность для всех, кто прибегает к их услугам. Либо на самом деле мы делаем максимальный запрет, либо мы создаем условия, по которым, по которым, по этим условиям они будут работать. В белую, в белую и со всеми необходимыми требованиями безопасности. При перевозке, еще раз подчеркиваю, отдыхающих. Зачем нам рисковать здоровьем и жизнью отдыхающих? В борьбе с незаконным джипингом у местных властей появился еще один инструмент. Теперь они могут в одностороннем порядке расторгать договоры аренды экскурсионных бюро, которые продают туры на нелегальные экскурсии. А пока вернемся в Краевую столицу. Лицом к лицу. В Краснодаре возобновились встречи руководства муниципалитета с жителями внутригородских округов. Задать вопрос может каждый, кого волнует развитие его микрорайона. Такой диалог состоялся вчера во дворце спорта «Олимп». Подробности через секунду. С жителями района гор-огородов в западном округе встретились глава Краснодара Евгений Первышев и председатель городской думы Вера Галушко. Это уже третий подобный рандеву, которая состоялась после ослабления ограничений из-за пандемии. Горожане спрашивали о благоустройстве и содержании контейнерных площадок, развитии сетей ливневой канализации и транспортной инфраструктуры. Мэр Краевой столицы сообщил, что вместе с депутатами городской думы выступить с инициативой в законодательное собрание Краснодарского края о продлении программы обновления подвижного состава общественного транспорта, которое действовало три года. За это время в город прибыли уже почти 100 новых трамваев. А в ближайшее время поступят еще семь. Ну, хочется, чтобы эта программа не завершилась в этом году. Уже третий год эта программа обновления идет, и она была рассчитана на три года. И хотелось бы, чтобы в ближайшее время эта программа была принята на 22, 23, 24 годы в том же объеме. Общественный транспорт – это лицо города. Если по троллейбусам мы определились, и здесь мы сможем уже самостоятельно заниматься, в том числе и собственной сборкой, выпуском моделей, и постепенно обновлять подвижной состав. А то по трамваям хочется, чтобы эта тема не была завершена, и мы могли бы воспользоваться поддержкой. Депутат законодательного собрания края Батербит Утаришев выразил готовность поддержать инициативу. В этом году общественному транспорту нужны дороги. И одной из ключевых тем обсуждения по традиции стал ремонт городских магистралей. Жители получили ответы на вопросы о работах по их обновлению в этом году и о планах на 2022. В данном районе нами не только планируется, нами уже сделано беспрецедентное количество улиц. Это мы делали и улицу индустриальную в 2018 году. В 2020 году из плана 2021 мы уже сделали улицу Постовую, улицу Захарова, улицу Химзаводскую, улицу Песчаную. Сейчас, как я и говорил, мы закончили станкостроительную в этом году и улицу Южную в этом году сделали. То есть на следующий год нами еще запланировано три объекта в данном районе. А район пополняется и спортивными площадками. В планах оборудовать еще больше таких мест, где с комфортом могут совершенствовать свою физическую форму и дети, и взрослые. Эта программа, она будет дальше продолжаться. И мы, в том числе, и депутаты городской думы по интеграли миксозрива по обыкновению денег на строительство и реконструкцию в спортивных площадках в шаговой доступности. Это очень важно. В нашем детстве это всегда было. Сегодня мы должны все детские площадки, спортивные площадки, сделать реконструировать таким образом, чтобы наши дети могли в шаговой доступности заниматься спортом. Потому что мы всегда были при деле. Всегда при нем жители, которые свои и общественные проблемы не держат в себе, обсуждая их на кухнях. А решают их в том числе вот на таких встречах. Я соскучилась уже по такой встрече, потому что мы целый год этого ждали. И отставали мы от этой темы, потому что нам многое хотелось знать. Мы привыкли за то время, где нас периодически при встречах объясняли, рассказывали. Мы знали перспективу какую-то. Общение напрямую всегда лучше. Для меня больше в этой встрече полезностью было высказать свою благодарность. Потому что мы на самом деле обратились к администрации с существенной просьбой. И нам помогли. Нам помогли в рамках нацпроекта. Помогли нашей школе. Это тоже очень существенно. С зелеными насаждениями. Это абсолютно стопроцентно. Нам выделили все саженцы. У нас было порядка 40 деревьев. Если бы нам их пришлось покупать, сами понимаете, проблема существенная. Так что мы, в общем-то, за этот год довольны всем, что с нами случилось. Округ меняется и становится еще более благоустроенным. Когда-то после войны здесь были городские огороды. Сейчас это современный микрорайон краевой столицы. Народная память сохранила только название. Виталий Молчанов, Михаил Дроздов, Алена Аберемко. Телекомпания «Краснодар». Считанные дни остаются до начала испытаний у школьников. В Краснодаре в дни сдачи выпускных экзаменов ресурсоснабжающие организации не будут проводить профилактические работы. А в школах установят дизельные генераторы. Все это необходимо для того, чтобы исключить перебой с электричеством и водой в пунктах проведения экзамена. А чтобы исключить посторонние шумы, дорожные и коммунальные службы временно приостановят все уличные работы вблизи школ. Об этом рассказали сегодня на заседании Координационного совета в городском департаменте образования. Собравшиеся обсудили подготовку и особенности проведения государственной итоговой аттестации. У нас с вами впереди достаточно сложный и ответственный этап, от которого зависит, так скажем, жизнь и судьба детей. Как они будут поступать, какие баллы они получат, как мы все организуем. Это достаточно серьезная ответственная работа. Мы должны сейчас с вами сверить часы, насколько мы все готовы к проведению итоговой аттестационной кампании. Это и 9 класс ОГЭ, и 11 класс ЕГЭ. Детей на пункты сдачи экзаменов будут привозить на автобусах. Для них Дептранс разработал маршруту, чтобы исключить опоздание. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в аудиториях будут находиться от 9 до 15 человек на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Во время экзаменов для детей маски не требуются, но все взрослые, кто приходит в части проведения и проверки экзаменов, должны находиться в масках в пунктах проведения экзамена. И наши организаторы до момента распечатки контрольно-измерительных материалов и бланков ответов должны находиться в перчатках. Добавлю, что основной период сдачи экзаменов начнется 25 мая и завершится 2 июля. Дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Больше всего школьников будут сдавать русский язык, математику, общество знания. Каждый четвертый выбрал физику, биологию и историю. Яркий праздник от Калининграда до Камчатки. Пресс-конференция в преддверии 5-го всероссийского полумарафона «Забег.РФ» прошла сегодня в Краснодаре. О том, как помочь нашему городу получить звание «Беговой столицы России» в нашем следующем сюжете. 85 городов, 11 часовых поясов и один стартовый сигнал, который прозвучит 30 мая в 9.00 по московскому времени. 12 тысяч человек со всей России примут участие в полумарафоне «Забег.РФ» в самом массовом спортивном празднике страны в этом году. В ходе него будет определена «Беговая столица России». Чтобы наш город стал победителем, нужно стать лучшими в трех критериях. Длина дистанции, а также количество и общая скорость бегущих. Но в этом году есть приятная новость и для любителей личных побед. В этом году мы будем определять самого быстрого человека на полумарафонской дистанции. Как женщину, так и мужчину. Поэтому у каждых городов, особенно кто не первый и не второй раз участвует в «Забеге», есть уже стандартные лидеры элита, которая прибегает обычно первая, вторая, третья. Но первый раз будем устанавливать чемпиона среди любителей. «Бег, как и любой спорт, требует от человека определенных качеств. Но отдача, которую ты получаешь, стоит всех потраченных сил». «Если ты переборол себя и, соответственно, занимаешься бегом, то у тебя смысл, день наполняется смыслом, мне, по крайней мере. И это не упирается только в полтора часа пробежки. Это самодисциплина, в конце концов. Это диета определенная, это хорошее настроение. Это КПД на протяжении всего рабочего дня». По традиции маршрут полумарафона пройдет по центральным и историческим частям города. В Краснодаре это улица Красная и Кузнечная. Из нескольких дистанций каждый участник сможет выбрать для себя ту, что соответствует его физической форме. Но финиш на лентах встретит всех на главной городской площади. Екатерина Лелюх, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». Прямо сейчас прервемся на рекламу. Сразу после продолжим делиться важными и интересными новостями. Катание на электросамокате – польза или вред, как для ребенка, так и для взрослых? Сегодня будем разбираться в этом вопросе. Три сестры Чехова и открытая сцена. В 13 лет посетил театр в Таганроге. Как сам он говорил, поменялась жизнь в итоге. Как прошел первый спектакль Краснодарского академического театра драмы «На свежем воздухе». Это главные городские новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем делиться интересными, важными и актуальными событиями. Согласитесь, в большом городе самый ценный ресурс – время. Его часто не хватает, чтобы закончить проект, сходить к врачу или успеть на важную встречу. Тем более, что поездки на личном авто или общественном транспорте у многих занимают несколько часов. Проблему быстрого перемещения решили самокаты. Но из-за них возникла проблема посерьезнее. За предыдущий год в нашем городе сотрудники ГИБДД зафиксировали более 10 аварий с участием электросамокатов. Две из них привели к смертям ребенка и взрослого. Большинство самокатчиков, как полагается, передвигаются по тротуару бок о бок с пешеходами. Вот только средняя скорость прохожих – 5 км в час. А электросамокат может ехать в 5 раз быстрее. А некоторые особо шустрые и в 10. Как следствие, часто столкновения двух таких разных видов пешеходов, а самокат не является транспортным средством, заканчиваются травмами. Если они соблюдают технику безопасности, носят специальные налокотники, наколенники, и делают это на тренировочной площадке, то, как правило, травмы незначительные амбулаторные. То есть это ушибы, синяки, ссадины, которые, как правило, даже не заканчиваются обращением в какое-то ЛПУ. То есть это все решается на месте. Если же люди начинают пользоваться самокатами, электросамокатами, велосипедами и прочими средствами движения, не используют средства защиты, шлемы и двигаются по дорогам общего пользования, как правило, тогда эти травмы заканчиваются госпитализацией в стационар, в частности в наш, либо вплоть до летального исхода. Все органы, они могут пострадать. То есть переломы конечностей, это повреждения полых органов, это разрывы печени, селезенки, то есть переломы костей таза. В правилах дорожного движения для велосипедов указано, что водитель может съехать на проезжую часть и двигаться в крайней правой стороне, если он мешает пешеходам. Но к электросамокатам это не относится, и за езду по дороге можно получить штраф. Зачастую владельцы электросамокатов, а также люди, которые берут их в аренду, они не знают, что данный вид средства нейтральной мобильности относится к пешеходам. Следовательно, и правила дорожного движения относятся к пешеходам. Когда владелец электросамоката выезжает на проезжую часть, он нарушает правила дорожного движения. Следовательно, если человек выезжает на электросамокате на проезжую часть, на него может быть составлен административный материал. В таком случае приходится продолжать движение по тротуару, а значит подвергать жизнь пешеходов опасности. Жители многих больших городов в других странах, столкнувшись с этой проблемой, уже нашли разные варианты ее решения. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышев. Во многих странах ограничена скорость движения электросамокатов. В Германии, Италии и Франции запрещено гонять по тротуарам. Где-то за музыку в наушниках штрафуют. А в Англии вообще запрещено ездить везде, кроме частных территорий. И в Краснодаре давно назрел вопрос регулирования движения самокатов. Они становятся полноценными участниками движения на дорогах, передвигаясь на высокой скорости, и угрозы для прохожих на тротуарах. Необходимо скорейшее внесение изменений в ПДД для урегулирования вопроса на федеральном уровне. Но пока вопрос будет решаться, нам всем стоит внимательнее относиться друг к другу. Владельцам и арендаторам самокатов вступать пешеходам место на тротуаре, не гонять на высокой скорости и не бросать свое двухколесное средство передвижения, где попало. А любителям спокойной ходьбы смотреть по сторонам в оба, во избежание травм и других неприятных происшествий. Дмитрий Пономарев, Татьяна Зеленова, Павел Сагайдак, Алена Оберемко. Телекомпания «Краснодар». Идем далее. Краснодар готов внедрять новые сервисы для развития цифровизации городских систем. Вопросы развития программы «Умный город» обсудили на совещании в администрации Краснодара. Его провел глава города Евгений Первышев. Было отмечено, что за период карантина в 2020 году цифровизация городских систем значительно продвинулась. Вели множество онлайн-сервисов. Очные мероприятия перешли в формат видеоконференции. Было организовано дистанционное обучение в школах. Все эти изменения требуют постоянного обновления техники, программного обеспечения. Евгений Первышев отметил, что для эффективности этой работы нужно определиться с компанией, которая может стать профессиональным стратегическим партнером муниципалитета. Когда мы выбираем стратегического партнера, муниципалитет получает огромные плюсы. Получаем экономию бюджетных средств, получаем новые технологии. Как на совещании рассказал директор Краснодарского филиала российского провайдера цифровых услуг и сервисов Сергей Поляков, компания сотрудничает с несколькими муниципалитетами региона и может предложить разные проекты по цифровизации. Такие как проект покрытия качественным сигналом Wi-Fi парковых зон города, реализации энерго-сервисного контракта на объектах уличного освещения, а также в школах, детских садах, на объектах муниципальной собственности. Кроме того, есть возможность внедрения программно-аппаратного комплекса управления отходами. Евгений Первышов отметил, что подобные сервисы могли бы быть полезны кубанской столице и жителям. В свою очередь, помощник главы города, курирующий направление цифровизации Евгений Горобец добавил, что Краевой Центр был одним из первых в регионе по внедрению системы электронного документа оборота, платных парковок, развитию видеонаблюдения, введению интеллектуальной транспортной системы без наличной оплаты в муниципальном общественном транспорте. Все эти и другие направления должны получать развитие согласно дорожной карте на 2021 год, которая принята в муниципалитете. Помните, мы рассказывали о группе альпинистов-любителей, водрузивших флаг нашего телеканала на одной из вершин Гималайских гор. Ребята вернулись в Краснодар, и один из них подробно рассказал об этом путешествии. Впечатлялась Татьяна Зеленова. Мы живем в относительно спокойное время. Для того, чтобы добыть еду, достаточно купить ее в магазине. А работа у многих сводится к перебиранию клавиш на компьютере. Но есть и те, кто каменным джунглям предпочитает горные пики. Один из них – 33-летний Илья Передерин. Он работает инженером-строителем и вместе с женой Фатимой воспитывает дочь и сына. И хотя он очень любит такой уклад, иногда, чтобы ярче ощущать жизнь и проверить свой организм на прочность, вступает в борьбу с природой и покоряет горы. Но дело это не из простых. Из симптомов, которые человек испытывает там – постоянные головные боли. То есть бывает такое, что ты ложишься спать, у тебя все хорошо, можешь посреди ночи проснуться, у тебя будут боли в затылке. Постоянный недостаток кислорода. Ты когда на отметке выше 5000 уже находишься, тебе может и хочется сделать что-то резкое или сделать какое-то резкое движение. У тебя просто физически не получается, потому что организм работает в режиме сохранения энергии, в режиме энергосбережения. То есть у тебя все процессы обеспечения жизнедеятельности организма настолько замедляются, и ты прям чувствуешь себя абсолютно по-другому. У тебя и голова по-другому работает, и ты все иначе воспринимаешь. Вот в голове такое ощущение, что у тебя в момент прибывают две-три мысли, которые постоянно у тебя циклично друг друга заменяют. Приключение Ильи длилось больше 20 дней. И все это время, кроме рюкзака, его сопровождал флаг телеканала «Краснодар». В один из дней Илья даже пронес его по улицам Катманду, прославляя кубанскую столицу и главной городской. Будем ждать гостей из Непала и особенно порадуемся новым телезрителям. Но по ГМ-путешествия стал подъем Ильи и его товарищей на вершину Меропик. Ее высота почти в 6,5 тысяч метров. Выход на вершину у нас был в 12 часов ночи, и на вершину горы мы поднялись в 8 утра. То есть само восхождение до вершины у нас заняло 8 часов. Ну понятно, что на маршруте там были какие-то остановки, и там не все время идешь. Где-то ты останавливаешься, потому что ты уже просто идти не можешь. На счету альпиниста это четвертая вершина выше 5000 метров. Но, как признался сам Илья, покорение высоты не единственное, что манит его в горы. Именно там можно почувствовать единение с природой и насладиться красотой тех мест, которые ни за что не увидеть в городе. И не успев вернуться из Непала, он уже строит новые планы. Друзья хотят побывать на самой высокой точке Аргентины, вот это в Южной Америке, Аконкагуа, вершина. Но мне очень хочется побывать, вершина называется Пекленина, это в Киргизии. Ее высота 7 тысяч метров. В чем она меня манит, то, что я хочу побывать на 7-тысячнике. Потому что это на самом деле интересно, чем выше, чем интереснее. С огромным удовольствием возьмем флаг своего телеканала «Краснодар». Смотрите телеканал «Краснодар». Огромное вам спасибо, что освещаете наше восхождение. Не важно, куда отправятся Илья и его друзья в следующий раз. Главное, этим они доказывают другим, что каждый из нас способен покорить любую высоту. На моей памяти еще ни один эфир главного городского не проходил без культурных новостей. И сегодняшний не исключение. Потом делюсь последними событиями в этой сфере. Ведь такого Чехова вы еще точно не видели. Ни дождь, ни ветер не смогли помешать зрителям насладиться постановкой «Три сестры» по пьесе Антона Павловича. Впервые спектакль прошел на новой, открытой сцене Краснодарского академического театра драмы. Подробностями премьеры поделится Кристина Сорокина. Впервые за сто лет в Краснодаре на сцене драм-театра стоят Ольга, Ирина и Мария. Три сестры по пьесе Антона Чехова. Эта сцена под открытым небом ждала артистов еще в прошлом году. Но из-за ограничений только вчера театральный сад, наконец, наполнился звуками заслуженных оваций. Казалось бы, от наших дней чеховских сестер отделяет век с хвостиком. Но нет. Границы ближе. Прямо за забором Краснодарского академического театра драмы. Шум проезжающих мимо трамваев, гол сирен и лай собак. Но это не шло вразрез с атмосферой. Опускающаяся на город ночь, пение птиц, зелень листвы и даже моросящий на протяжении всех четырех действий дождь дополняли театральную картину. Здесь какая широкая, какая красивая река, чудесная река. Да, но вот здесь холодно, холодно. Что вы! Здесь такой здоровый славянский климат. Лес, река. И здесь тоже березы. Милые, славные березы. В пьесе органично соединились классика и современное видение творчества гениального писателя. Например, зрители удивляли неожиданным смешением стилей, эпох и рэпом про Чехова. Как вам такое? Его детство, воочию, закон божий. А то, что Чехов на других детей был непохожий. В 13 лет посетил театр в Таганроге. Как сам он говорил, поменялась жизнь в итоге. После премьеры актер театра драмы Ким Сизов поделился с нами. Стихи на современный лад придумал он сам. Такую свободу творчества предоставила режиссер пьесы Мария Селедец из Санкт-Петербурга. Режиссер Маш Селедец, это питерские ребята, она давала нам полную свободу. Мы, получается, приносили этюды, приносили акции. Я говорю, а можно, к примеру, рэп? Все, что твоей душе угодно. И вот так вот создавался спектакль. А потом из этого всего собирали какой-то цельный материал. Цельность придавали упомянутые живые декорации, в которых артисты еще никогда не выступали. Однако именно благодаря им этот вечер стал одним из самых запоминающихся и для зрителей, и для самих актеров. Мы ведь думали об этом правильно, если мы на улице были готовы, но в момент, когда идет дождь, ты все равно не готов. В какой-то момент это сбивает, но в целом это помогает, потому что это жизнь, это природа, это Чехов. Открытой получилась не только сцена, обнажились души главных героев. Искренность в пронзительных философских монологах подкупала. Им веришь и сочувствуешь. А значит, работа артистов и постановщиков удалась. И хочется жить. Боже мой, пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир достанут на земле. Эта чеховская история существует вне времени. И каждого своего зрителя и читателя призывает найти собственный ответ на вечный вопрос. Зачем мы живем? Если бы знать. Кристина Сорокина, Андрей Тахмаков, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». «Краснодар» развивается. Становится все лучше с каждым новым днем. Телеканал с одноименным названием тоже не отстает. Мы делаем все, чтобы быть еще ближе к нашим зрителям. Словом, мобильное приложение «Телеканал «Краснодар»» позволит каждому из вас в любое время одним кликом включить прямой эфир и узнать о событиях в городе и крае первыми. Даст возможность стать нашим виртуальным коллегой-репортером. Заходите в специальный раздел в приложении. А еще не только смотрите, но и слушайте нас. Ищите наши подкасты на всех интернет-платформах. Ну что же, хотелось бы рассказать еще больше новостей, но, к сожалению, это сейчас невозможно. Мы просто ограничены во времени. Поэтому прощаюсь с вами, но ненадолго. Встретимся скоро на Главном городском.